За необычным занятием можно застать сотрудников Национальной библиотеки по утрам этим летом. Они изучают приемы самообороны. Для чего? Об этом Ольга Пырочкина. Ну вот вы, вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили? Как пройти в библиотеку? В три часа ночи. Если сотрудников Национальной библиотеки Чуваши озадачат таким вопросом в три часа ночи, они подробно объяснят. Если злоумышленник не захочет слушать, ему грозит захват и болевой прием. Второй месяц они изучают хопкидо. Ночью с библиотекарей обороняться инициатива обладателя черного пояса четвертой степени Олега Никифорова. Сегодня у нас здесь уроки по хопкидо, по самообороне. Хопкидо это единоборство спецназа, оно применяется в спецназах Кореи и Бразилии. И здесь только техники необходимы для самообороны, для того, чтобы себя защитить в экстремальных ситуациях, не обладая большой физической силой. Для этого нужно просто знать правильно, как работает тело, структура организма, как правильно суставы гнутся. И также надо знать ударную технику и отрабатывать постоянно. Сотрудники говорят, совмещают приятное с полезным. На улице все-таки лето. При их работе за компьютером и в книгохранилищах со специальным световым режимом полчаса на солнце и свежем воздухе совсем не лишние. Эти занятия проходят с июля месяца. В июле-августе, пока погода стоит, мы каждый вторник в 11 часов собираемся, пока маленькой группой, хотим, чтобы к нам присоединились наши читатели. Для чего это нужно нам? Для того, чтобы мы во время работы сидим за компьютерами, пришли на производственную гимнастику, во-первых, я так думаю. И в то же время мы учимся каким-то методом самообороны. Женщина всегда должна уметь защищать себя, не только надеяться на крепких мужчин. Кстати, присоединиться к сотрудникам библиотеки могут все желающие занятия. Каждый вторник во дворе национальной библиотеки. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.